В Магадане прошла ежегодная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ее провели в рамках Всероссийской декады инвалидов. Встретиться с представителями работодателей и образовательных организаций, а также получить консультации у специалистов социальных служб, пришло около ста взрослых и более 30 подростков. Вы можете подставить в отдел кадров с документами, мы рассмотрим ваши документы. Какие у вас ограничения есть, вы, может, и не сможете работать. Специалисты Центра занятости населения проводят большую работу, направленную на обеспечение занятости инвалидов. В этом году 10 предприятий уже заполнили квоты. Рынок труда Магадана достаточно гибкий, с хорошими показателями. Поэтому при всех трудностях, которые складываются при содействии занятости инвалидов, мы все-таки наполнены оптимизмом, потому что порядка 1700 вакансий на рынке существует. Вакансии на ярмарке предлагали 50 работодателей. Это различные структуры и предприятия, в которых есть рабочие места для людей с ограниченными возможностями. В основном это медицинские организации, учебные, горные предприятия. Несколько вакансий предлагает Магаданская областная станция переливания крови. На работу медики приглашают инвалидов в должности разнорабочих. Мы с удовольствием принимаем таких людей, и они активно участвуют в работе нашего учреждения, помогают нам. Ну и, естественно, мы стараемся привлечь их к этой работе максимально. Здесь же представили выставку изобразительного и декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями. Над картинами и подделками работали более ста взрослых и детей. Это различные техники ручной работы, вышивка, вязание, рисование, алмазные картины. Всего 350 работ. Мы делали ежики, они называются ежики. Мы делали из груш, потом из винограда делали, потом глазки у нас были из гвоздики, покрывали лаком. Сегодня Магаданский центр занятости населения предлагает людям с ограниченными физическими возможностями 225 вакансий. Специалисты работают над заполнением свободных мест и соответствуют требованиям к возможностям потенциальных работников. Всего в этом году при содействии службы занятости было трудоустроено около 40 инвалидов, а также создано два специализированных рабочих места для людей с ограничениями по здоровью.